Музыка Всем привет! Мои ногтевые феечки! С вами Юлия Лапшина, Нейл Мастерская Чеширский Кот. Вы уже соскучились по новинкам торговой марки Росси? Я, да, представляю вам новинку к новому году от торговой марки Росси, их уникальное животное, кристалл гель. Давайте попробуем! Поехали! Девчонки, в торговой марке Росси уже был похожий продукт. Этот продукт дополненный, с более лучшей пигментацией. Это гель-красочка. Гель-красочка достаточно пастообразного содержания, с улучшенной пигментацией, с минимальной остаточной дисперсией, девочки. Она подтягивается, имеет, как вам сказать, среднюю такую структуру сгущеночки. По пигментации ей можно работать о кутикулы до свободного края, работать в омбре, в шатушь, в градиент, рисовать френчи, также совершать и манипуляции в виде какого-то дизайна. Единственное, наверное, что, девчонки, что мне не то, что не понравилось, да, это, так сказать, придирка очередной раз торговой марки Росси, девчонки. Есть состав, минимальные там сроки годности, да, нету даты производства. И выкрасочка снизу баночки, поскольку мне это неудобно, плюс красочка достаточно жидковатая, не водичка, да, но достаточно жидковатая. Баночки я вам вертеть не буду, просто знаете, что нумерация у них внизу. Итак, смотрим номер С1. Девчонки, это черненький, черненький, причем вы можете заметить, что помол у нее экстра мелкий. Работать я буду кистью овала номер 6, протирать я ее буду через влажную салфетку, девочки, все как всегда. Что дает улучшенная пигментация? Улучшенная пигментация дает минимальный расход материала. Посмотрите, я сейчас на данный момент наношу растирательный слой данного животного. Он не бугрит, не кенгурит, очень быстро самовыравнивается. По дисперсии базы он не катается. Не катается потому, что хлопья сами по себе, как пигмент, в нем осуществляют сцепочную функцию. Это растирательный слой, девочки. Дублировать материал не надо. Из-за своей высокой пигментации, из-за помененной формулы, данная пигментация работает в омбре, в шатушь, градиент, также на френч. Минимальная остаточная липкость. При просушке 60 секунд в гибридных лампах липкость фактически исчезает, пропадает. Материал наносится под топ. Наверх топа материал работать не будет, он у вас полиняет, девочки. Далее, второй номер. Девчонки, переворачивать баночки не буду. Смотрим. Девчонки, это, наверное, в этой коллекции, кстати, в коллекции 5 цветов, самый мне непонятный цвет. Девчонки, красный, не красный, рыжий, не рыжий. Давайте на него посмотрим. Это очень осенний цвет. Не сказала бы, что такое, как вам сказать, выбор такой цветовой палитры моим девочкам пришелся по душе. Но этот цвет прекрасно себя ведет в каких-то фонах для того же самого стемпинга. Как вы видите, я растираю инструменты для нанесения данных зверей. Выбирайте такие, как кисточка овал номер 6. Те инструменты, которые материал раскладывают. Тогда у вас не будет сильного нажима и материал будет ложиться без полос, без проплешин. Пигментация, улет, минимальные слои. Третий номерок, девчонки. Ну, прямо включает сейчас неадекватоз. Девчонки, по поводу наполненности банок. Я этими красочками поработала буквально-таки чуть-чуть. Поэтому вы можете посмотреть наполненность. Вот мне кажется, да, будем так говорить, полбанки это то, как разливают Росси. То ли у них такая же история, как у Эмичи. То есть, как бы банка из серии 3 мл наливают 2, то ли что. Торговая марка Росси. Я очень хочу ваши комментарии по этому делу. Потому что как-то выглядит, что тиграм мясо не додали. Синенькой. Очень понравилось то, что не отстаивается фракция. Да, сколько мы с вами гель-красок смотрели такого плана. Фракция все-таки отстаивается. Давайте нанесем, опять же, девочки, растирательные слои. Это высокопигментированный материал. Поэтому, девочки, новички, лучше, если у вас еще и лампа, там, ну, 36, например, ватт. Да, и она, если старенькая. Нанесите 2 совсем-совсем растирочных слоя. Хотя я и так сейчас растирательствую, да. Я могу сейчас вам этот цвет продублировать. Бомбичности больше это не придаст. То есть, цвет останется такой, какой он есть. Давайте я его просушу и продублирую, чтобы вы убедились, что данная пигментация даже в такой растирательный слой работает бомбовски. Смотрите, после лампы не вылинивает, это тоже огромнейший плюс. Берем еще одно отсутствие материала на кисточке, да, и тублируем. Как вы видите, ярче цветник этот не становится. Следовательно, одним минимальным растирочным слоем вы можете перекрыть, сэкономив материал и получив эффект вау. Номер 4. Девчонки, вопреки моим ожиданиям, когда я посмотрела на выкраску, в реальности увидите какой-нибудь бешенючий зеленый цвет. Нет, девчонки, это цвет молодой травки. Это такой распыленный зелененький. Красивого такого цвета. Он потрясающе работает в паре с тройкой. Ну, вообще, девчонки, все эти эффекты, поскольку у них пигментация, уровень бог, да, будем говорить так, они работают в градиент идеально. И для градиента, например, на каком-нибудь цвете расхода будет вообще минимум, да, так как это очень удобно, да, и очень пигментированно. Вот такая вот штучка. Причем вы можете ее несколько раз пройтись. Почему люблю кисточку, да, а вау шестерку, она мягенькая. Девчонки, по поводу залипания материала на кисть, посмотрите. Кисть не выпила много, у нее не вышло с другой стороны. Плюс данный пигмент, девчонки, я, наверное, бы его сравнила. Он очень похож на косметический пигмент. Он очень-очень плотный и очень-очень микронный. Прям мили-мили-мили микронный. Поэтому дает очень хорошую покрывную способность и пигментацию. И последний цвет коллекции, девчонки, это пятый номерочек. Русики, что-нибудь сделайте так, чтобы было на банке написано, а не под банкой. Это черный. Девчонки, смотрите, в данных эффектах черный называется черным условно. Поскольку это все равно крашеные хлопья, крашеные витражами, чисто красных, чисто черных. Таких эффектов вы не добьетесь, потому что это мешается с серебром. Но мы с вами уже смотрели несколько торговых марок, в которых черный был самый-самый приближенный к черному. Вот у ростиков это что-то среднее между вогами и гель-лактиками. Посмотрите, здесь черный идет с каким-то подтоном. Он даже не то, что черный, девочки. Он что-то очень, знаете, так смутно напоминающее что-то туманно-синее. То есть, если говорить о том, что это асфальт, нет, это не асфальт. О том, что это кобальт, девочки, нет, это не кобальт. Это какой-то промежуточный цвет. Но, девчонки, вы знаете, я не скажу, что он выглядит черным. Он выглядит, ну, странно. Кстати, вот мне очень интересно, напишите мне в ролике под видео, а какой это для вас цвет, например. Потому что для меня это что-то сродни, ну, не знаю, хамелеону. Вот хамелеон черный, давайте обзовем его так. Буду обязательно ждать ваше мнение в комментариях. Девчонки, у торговой марки Росси вышли новенькие эффектики, назовем их так. Гель-красочки, да, гель-краски, которые называются кристалл-гель. Что порадовало, удивило, умопомрачило и протрямочи широбомбичило. Девчонки, это уникальная пигментация, минимально растирочные слои, просто возюкало по пластмассе без никто. Плюс отсутствие запаха, достаточно нестандартная палетка цветов и идеальнейшее нанесение. Главное, подберите удобный инструмент для нанесения данных зверяток. Также понравилось то, что консистенция, в отличие, например, от торговой марки Тортисо, да, Барби Мирош, более густенькая, удобная для рисования френча, пигментация позволяет. Также амбре, шатуши, градиенты или какие-то дополнительные дизайнерские элементы. Напоминаю вам также, что данные красочки имеют минимальную остаточную дисперсию, просушиваются 30 секунд и кладутся обязательно под топ. И данные гель-краски относятся к разряду нерастворимой системы. Поэтому наносите их либо на моделирование, либо на укрепленные ногти с выравниванием. Ну вот, мои ногтевые феечки. Надеюсь, этот обзор был вам прям приятелен, прям обзорнятелен. Я благодарю торговую марку Росси за предоставленную возможность выкрасить этих красавцев. Ну а с вас, естественно, лайк или дизлайк. Обратная связь со мной под роликом на YouTube. С вами была Юлия Лапшина, нейл-мастерская «Чешевский кот». Всем трем, мои ногтевые феечки. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok